Раньше вот это был поселок Еруда. Потом здесь стали развивать вот это месторождение. Назвали его Олимпиадой. И с этого он Олимпиадинский ГОК и называется. Олимпиадинский ГОК Я из Челябинской области, город Бакал. В принципе, давно я уже работаю, почти 15 лет. Поработал на Белазике. Когда я переходил с Белаза, все больше и больше в машину. Тем интереснее и интереснее становилось. Ну, я люблю управлять большой машиной. Это для меня, ну, как знаете, дыхание какое-то, что ли. Вот вы, на данный момент, находитесь на карьере восточной. Я не могу сказать за всю Россию, но очень глубокий. Вот я смотрел, Эфелева башня далеко-далеко внизу стоит. Вот если соотношение глубины карьеры и Эфелевой башни, то она где-то наполовину, чуть-чуть больше. В среднем поднимаемся мы до отвала минут 40-45. Разгрузился и снова. А спуск составляет где-то минут 15-20. Есть карьер благодатный. Где-то и контр-25 он отсюда находится. Он гораздо меньше, чем вот этот, потому что он, ну, относительно недавно стал разрабатываться. Лет 12 назад. Сначала как там работают геологи, находят рудное тело, расчищают место, чтобы забрыли в рывке скважины, взрывают. Ну, и уже потом экскаваторы, самосвал. Ну, и все, и начинается разработка. Родился в республике Киргизской СССР тогда было. Отучился. Потом по направлению в Узбекистан. Приехал работать в город Заравшан. Может, слышали такое там тоже по добыче золота, да. Развал Союза начался, ну, и все такое. Друзья уже здесь работали. Отправил с ними документы. Ну, меня пригласили сюда работать. Механиком одно время поработал. У меня, ну, образование выше. Потом пришел этот экскаватор, ну, и как-то вот так получилось, что на нем уже с 2006 года, да, я уже здесь работаю. Ну, вот эти уже экскаваторы более современные. Электроники побольше и датчиков. У нас камеры стоят. Бортовой компьютер, который, если где-то какая-то такая неисправность, показывает все это. Очень удобно с ними работать. Здесь внимание уделяется не только тому, что существует, а еще и развитию. Есть желание исследовать вообще что-то новое. Я родом из Красноярска. Работал я маркшидером. И мой коллега устроился сюда. Через полгода просил меня, не хочу ли я здесь поработать. Это было пять лет назад. Был организован геотехнический отдел. Там, где собирались инженеры-специалисты, которые будут работать именно с деформационными процессами, отслеживать их, обеспечивать безопасное проведение горных работ. С помощью дрона фотографируются все вот эти вот борта карьера. Составляются лидомодели, четко посаженные в координаты, с помощью которых видно все разломы, все какие-то повреждения борта. В принципе, это как фотография. Только одна большая и наложенная на каркас. Карьер — это не просто яма в земле. Это все-таки сооружение, за которым нужно следить за его целостностью и обезопасить, в первую очередь, людей. Во-вторых, технику минимализировать простои, потому что это все дело не из дешевых. Томосвалов выходит на линию порядка 90-15 примерно погрузочных единиц техники. Зачечная техника, грейдера, бульдозера. Ну да, где-то 140-150. Это только на карьере восточном. Родом я вообще сам с Донбасса, с Донецкой области. У меня отец на шахте работал. Мне 9 лет было. Он меня привел в родоуправление, в шахтоуправление, к горному диспетчеру. И у него там во всю стену стенд такой. Это еще 1994 год как бы наследие Советского Союза было. То есть там с лампочками, никакой там компьютеризации еще тогда в помине не было. Меня настолько это все поразило, впечатлило тогда, как бы, ребенка, что если дети хотят там космонавтами быть или милиционерами, то я с детства горным диспетчером хотел быть. Диспетчер всегда за компьютером. Мы видим в реальном времени. Водитель, он же не может знать, предугадать, где какие-то поломки, перемещение экскаваторов. Мы даем команду, куда что делать, куда ехать, что грузить и так далее и тому подобное. Техника не должна стоять ни самосвалы, ни погрузочные. Чем лучше мы работаем, тем меньше простоев, тем меньше затрат. Если, не дай бог, закончится руда, будут проблемы с футеровкой мельниц. Мельницы всегда должны быть загружены рудой. Всякими методами, все для того, чтобы фабрики не стояли. Каждый и руководитель, и отдел вкладывается. Все взаимозаменяемо, весь один организм. Понимаете, просто люди же не знают. Ну, знают, допустим, там, полюс, полюс, да, забывают золото. А какие масштабы, это даже никто не знает. Просто есть такие предприятия, которые добывают, допустим, как вы говорите, киркой. Ну, приблизительно, когда моют, да, вот там, водяными пушками-то. Если они добывают, там, 500 или 700 килограмм, для них это очень много уже получается. А мы тут добываем порядка 50-55 тонн. В тонне руды содержится от 3 до 4 грамм золота. Соответственно, чтобы получить слиток 12 килограмм, это очень много, сотен, тысяч тонн руды переработано. С Красноярска закончил Институт цветных металлов и золота по специальности инженер-металлург. Ну, и захотелось попробовать себя в профессии. Вот уже 13 лет, как работаю. ЗИФ – это золотоизвлекательная фабрика. Руда, пришедшая с карьера, попадает на первый этап дробления, чтобы далее руда попала в стадию измельчения. Есть мельница полусамоизмельчения и шаровые мельницы, которые уже доводят именно до пылевидного состояния. После измельчения процесс флотации под действием определенной реагентики и под действием воздуха, который подается во флота машины, эти пузырьки, они на себя собирают золото и поднимают в пену. Весь ценный компонент концентрируется в этой пене. Частицы золота – это микроны. То есть это даже не в миллиметрах, это в микронах. Золото в нашем понимании как красивый продукт превращается именно только в сливки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok